Церковь частная организация, общественная организация, отдельное государство, это ее проблема. У государства нет обязанности выделять ей обязательно место везде, где она захочет, но у нее есть обязанность организовать там поликлинику, потому что за медицинское обеспечение вы платите деньги, это ваши налоги. Школы то же самое, детские садики то же самое, все то же самое. И потом здоровье детей в первую очередь, это же вообще будущая страна, я так полагаю. Ну, господи, это очевидные вещи. Я еще могу понять, потому что здесь вообще бы не было вокруг 5 километров в радиусе мединого храма. Постройте нам хоть что-нибудь, куда ходить, это можно было бы еще понять. Но есть ли выдано разрешение на огромный комплекс, как я понимаю, вот там, на заливе прямо, да. И еще один на доблести, потому что с другой стороны, то, в общем, нет больших проблем, куда ходить. А сейчас поликлиниками, садиками, школами, это реально совершенно. Я же занимался вот летом вот скандалом, что у нас взяли почти 3 миллиарда рублей, там тоже поликлиник, школы, садов, ну, и стадион переклинили. Ну, и стадион-то они сейчас достроят, конечно, в конце концов. Я там недавно был, там уже почти все готово, но только проблема, где мы деньги возьмем, чтобы потом остальное достраивалось. И вечно их нету. Мы сейчас вот приезжали с коллегой мимо места, где должны строить эту станцию метро. Там забор стоит, а метро так и нету. Почему нету метро? Потому что нету денег. Почему нету денег? Потому что все деньги ушли на... То, чтобы детку метро бы к стадиону тянуть, на абсолютно ненужная станция Новокрестовская, вообще не нужная. Там и так достаточно станции. Я в другом, знаете, я старый футбольный болельщик. Мне 61 год, лет 50 я хожу на футбол. Я сейчас с папой начинал ходить спокойно, я помню, 60 лет назад. После мальч станцию будут закрывать. Потому что будет давка. Зачем нужна станция метро-постадиона? Будет работать там раз в две недели, по два часа на бухе. Но в это вбухиваются огромные деньги. А вас вот оставляют без метро, при том, что эта станция проспект ветеранов, это грамешный ад. Это мне хорошо известно от моих знакомых. И вот тут то же самое. Ищите деньги на то, чтобы было где лечиться, было где учиться. Потом останется, останется место. Давайте тогда... Да, пожалуйста. Вы уже поговорили о духовных потребностях, что называется. Если вы здесь уже действительно необходим. Так нет, ну вот в Стрельне есть храм, пожалуйста. Я, например, езжу в Стрельну. Вот две остановки, три. Стрельна, рядом, храм, пожалуйста, кому надо сильно. Я езжу лично туда, каждое воскресенье. Вы историю про парк Малиновка, который мы там, мы отбивали его три года. Ну я все читала, что там дальше... Да. Нет, мы это отбили. Хотели вот треть парка застроить просто с собором. Но там в чем была проблема? На том месте хотели строить, уже стоит тут церковь. И церковь эта полупустая, хроническая. Как вот на доблеще. Мало людей туда ходили. А они пытались еще больше построить. Вот на самом деле надо оценивать реальные потребности. Естественно, нам бы не приятно... А их никто не оценивает, как следует. То есть клиника, конечно, важнее, чем храм. Потому что кому кто... Действительно, кто ходит... Если бы здесь не сад подставить. Если бы в парке. А это какой-то кучка людей. Так я и говорю, кому нужно тут найдет туда, понимаете? Это парковая водолонная. Парковая, да? Ну, я говорю, если бы... Нет, рассказываю, что у вас тут летом в хорошую погоду тут просто замечательно. Сейчас, конечно, это трудно себе представить. Немножко под дождиком. Нет, я думаю, что можно вообще сдвинуть эту ситуацию. Но для того, чтобы сдвигательность нужно, чтобы тот же губернатор понимал, что вас много, чтобы он понимал, что есть реальные потребности. И он разум, в общем, человек, на самом деле, его можно убедить. Мне много раз удавалось его убеждать в том, что чего-то надо делать. Не то, что стучишься, как в стену, и ничего не получается. Есть ситуации, где его убедить, а есть ситуации, где убедить его можно. Но я могу это делать только опираясь на людей. Если людей много, тогда можно говорить. А можно просто... А можете поговорить, если вы еще помогаете им ответ найти? Нет, смотрите, если вам нужно найти какие-то ответы, так скажите, я вам их найду. Нас, наверное, больше всего сейчас интересует то, что очень сильно загажена территория. То есть собак, по-ключитам, где гуляют, они гуляют там, где гуляют люди и дети. И вот сейчас снег растаял, и, в общем, милый прям в это вот. То есть специально-то нет, нет специально-то вообще-то для вас. Мест для выговора сожжет. Посмотрите, посмотрите. Ну, тем не менее, значит, смотрите, здесь надо смотреть, кто у вас отвечает за эту территорию. Значит, за территорию может отвечать или комитет по благоустройству, если там улица, вот набережная, что-то, или жилищный комитет, или может отвечать районная администрация. На самом деле, я бы советовал вам бы начать именно с комитета благоустройства. Сайты на письмо, посайты на комитет, что вот так, а так, в каком-то квартале. Теперь просто есть и планы по устройству площадок для выговора собак, потому что иначе с ними гуляют, что называется, где попало, и с соответствующими негативными последствиями. А вы напишите, пусть они ответят, что их нет. Вот если получите ответ, что их нет, то дальше следующая вещь очень проста. Меня найти в нашем маленьком городе не является проблемой. Дальше пишите мне, чтобы получили ответ на комитет по благоустройству, планов нет, и помогите, пожалуйста, делать так, чтобы эти планы были. Тогда я могу уже, используя свои возможности, вам помочь как-то это сдвинуть. Но это не 100%, что это обязательно сделают, если вы к обращению. Да, пока не мере, на мои обращения необычно откуда-то, если молчать, то точно ничего не будет. Самое главное, что в том, что в комитете меня хорошо знают, они знают, что Вишневский это бультерьер, а если вцепился, он не отстанет. Тут лучше сделать, будет спокойно, меньше будет писать. Там выжил мост. Где? Смотрите, вот там вот улица. Смотрю. Плохо пока понимаю, вот вместо вот такой там улицы. Два двумя домами, вот там прямо-прямо-прямо. А там, вновь, это не мост? Это мост, это автомобильный. Так. У нас вот, ой, мы живем там, а наше пешеходное, вот там. Пешеходное, через этот канал? Вот через этот канал. Порисович, когда вы сделали опрос, там несколько человек писали. Вот самое было бы удобно, там по прямой переходить вот на ту сторону. Знаете, вы будете смотреться, вот в том месте, где я жду, через реку Смоленку, там, где, ну, Смоленская Неприжь, вы знаете, это Мирал, конечно. Да, я там где-то 15 уже прошу построить пешеходный мостик. Ну, пока не помню. Ну, а что, как парашек себя смотрит, партнол. Да, партнол. Зачем снял? Попустим, мне как-то надо, но я думаю, так хорошо, а у нас... Пусть там будет только арочный, там, вверх и вниз. Смотри, здесь прямое обращение в Комитет на строительство арктиков. Я бы с них бы начал, что вот вы считаете нужным здесь организовать такой вот мост пешеходный. Самошторг, во-первых, поддерживать детство, самошторг для этого надо. Это не такие большие затраты. Комитет на строительство архитектуре, председателю его Григорьеву. Это реально, собственно, задача, ничего сложного нет. Такой мостик построить будет, куда удобнее ходить. Конечно. Эта проблема мне вполне понятна. Чего не хватает? Спасибо. Да нет, просто нормально. Ну, набережная у нас. То есть, с той стороны... С той стороны... Набережная нормальная, а у нас, с той стороны... Мы взяли, построили этот стадион. Квартины после площадок мало. Здесь мелкие, но их очень мало. Затем, значит... Детских садиков мало. Построили мы свои. Два детских садика, один или два. Народ переполненный там. А с садиками проблема? Детский садик вообще один вот там... Полтора там. И там полтора. Вот, садика. Я понимаю, что у вас ведь еще стройки тут будут? А там стройки, да. Так еще въехали-то какая часть? Ну, детские садики, да. Это же вот эти детские садики. Мы рассчитываем только на... Школа там будет одна вот туда за фрегатом планируется. Но там детского садика нет. Фрегат это что? Ну, это жилищный комплекс. Да, вот это раз, два и там третий комплекс. Они все с названиями. Вот это комплекс море. Море один, море два, море три, там... Море четыре. Ну вот. Так что у нас тут все нормально. У нас тут красиво, конечно. У нас тут красиво, но у нас нет моста и площадки для водного собака. А так все у нас хорошо. А поликлиника где у вас? Поликлиника? О, ну поликлиника Пусти, это я уже вообще. Поликлиника Пусти. Не нужна? Не нужна нам? Не надо, конечно. Не Пусти. Не, вы говорите, у вас все нормально. Да, все нормально. Не, ну это я свои проблемы. Пусти мы ходим редко, поэтому... Пойти на пионер строй, немножко не напряжь. Нету полицейского патрулирования района. Практически? Ладно, все, спасибо. Дальше поехали. Можно же область управлять? В общем, да. Хорошо. А вы обращались на патрулирование куда-нибудь? У вас же есть на какой-то управлении, в чему твердил по вашему району, по Красносельскому? Вы напишите им туда, что мы хотим, чтобы как-то обходили бы чью территорию. Есть милиция общественной безопасности. Что-то... А у них нет как раз милиции здесь? Как-то нет. Отделение полиции здесь нет. Слушай, не настрелали ли? Ну далеко там есть. Ну какой-то пункт полиции должен быть. На ветеранов. Ну хорошо, здесь пешком есть машина. Знаете, когда такой дебошер, там, выбрали... Машины не успеют в январе. Хорошо, нет, я по полиции. Не поможет? Хорошо, напишите мне. И так, и так. Вот хотим, чтобы полиция у нас тут не тренировала. Пишите мне, я напишу, ну что мне делать тогда? Там напишем. Я бы советовал сперва к ним обратиться тоже, напрямую. Может им скажут, хорошо организуем, будет там полиция вечером ходить и ездить. И смотреть. Тем более там, тем тем более, если петарды... Не только петарды. Не верю. Но впереди еще Новый год. Это будет вообще... Мы пошли под грохот канонадой. Это полицейский участок, он там по большому. А в санитарии он должен быть? Так он как раз и должен быть там, где хотят храм построить. Ну вот. А получается, что просто потом все ужмут и мы ничего не получим. Все, что важно для людей, в первую очередь. А душа, она... Душа будет спокойна, когда человек будет удовлетворен минимальной потребностью. И безопасностью. И безопасностью, да. Вот. Вот. Эти вещи настолько очевидны, что даже совершенно невозможно им возражать. Это не всем очевидно. Ой, не всем. Это да. То есть мы вам можно непосредственно проплатить? Да, можете. Смотрите. Сайт законодательного собрания. Ищите меня, ищите там мою страничку. Там прямо есть опция написать обращение депутату через сайт. Там есть форма, заполняется, приходит, регистрируется. В канцелярию мне кладут на стол с красным штампиком. Я отвечаю, даю помощь обычно работать с обращением, чтобы сделать нам все нужные запросы и прочее, прочее, прочее. Я же не сам пишу все ответы. Понимаете, у меня сил просто не хватит. Хорошо. Вот. Так что тут, пожалуйста, не... Спасибо. Если вы нас поддержите в этих вопросах, мы будем очень приносить. Поддержим. А зачем мне еще нужно тогда? Да. Вы подошли с вами, это прости. Вишневский моя фамилия, да. А зовут? Зовут меня Борис. Да. Их искать меня просто. Найдем. Да. А вы депутаты вот нашего, что ли, вот этого или что? Я общий. Я на выборах партийный список «Яблоко по городу» возглавлял. Хотя вообще я депутат вот сам себе от центра города. Я там больше работаю. Там историческими театрами занимаюсь. А ты тогда это занесло? Пригласили помочь. Вот это занесло. Я понимаю. Проживающие? А? Проживающие обратились, да? Нет. Проживающие обратились, да? Обращались-то ко мне еще давно вот на эту тему. Пока. Там через интернет вот где-то обращались. В связи с историей там с этим правом. Я писал запросы всякие. А потом, ну ведь первые когда-то нам с коллегой поставили вопрос, а просто нужен какой-то мемориал этого рейса А321. Губернатор нам сказал, что да-да-да, сделаем, чтобы вам честное обсуждение. Такого обсуждения они так и не устроили. Вот. Такие дела. Там уже меня рекламируют на бумажке. Ну, пустите, я не уверен, что это надо так делать. Спасибо. Нет, а дальше венома продают. Ведите. Так что вот позвали, там договорились, переехал хорошо вот от Кировского завода вообще на машине. Я неправильный депутат, а жил бы с служебными машинами. Я же на общественном транспорте. А? А? А на общественном суде я даже не знаю как, честно говоря. Да, и сейчас. Я, наверное, не добрался. Сложная транспортная, конечно, обстановка. Кто приезжал из администрации? Нет, не свои подменили. Нет, не свои подменили. А как его поставить там? Ну, чтобы дома-то не поставить. И говорили, что нужно сделать дорогу. Альбин приезжал. Альбин приезжал. И обещал, что еще один выезд сделают. Да. Здесь это запись. Китайских инвесторов. Ничего не сделали. Наверное, года два назад. Ничего не сделали. Здесь выехать утром или приехать вечером. То есть, как-то очень проблематично. Потому что очень много людей возят своих детей с других районов. На работу вот вечно стоишь и не можешь там несколько светофора пропускаешь, чтобы просто повернуть на Петербургское шоссе. Это все по нарастающей. Здесь куча объектов все застоит тысячи жилых домов. И вопрос он вообще не решается. Давайте пытаемся как-то решать проблему коммерческих мгновений. Я, к сожалению, пока еще не губернатор. Я еще не занимаюсь пока этой высокой должности. Мы поняли. Мы будем писать письменное обращение. Получить ответ и потом... Да, естественно.